Плановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 29 июня в администрации Гесногорска. На встрече говорили о текущей эпидемиологической обстановке в городе и об изменениях в нормативно-правовых актах, связанных с пандемией. Заседание началось с обсуждения горячей новости. В регионе приняли постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Данный документ был подписан 28 июня главным санитарным врачом по Смоленской области. Компания по массовой иммунизации населения от коронавируса пройдет и в Десногорске. Руководителям организации и индивидуальным предпринимателям необходимо в срок до 30 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом либо однокомпонентной вакцины и в срок до 1 сентября вторым компонентом вакцины. Вакцинированные по организациям должны составлять не менее 60%. Количество вакцинированных первой дозой препарата уже превысило отметку в 7 тысяч человек. Второй компонент получили больше 6 тысяч человек. После введения обязательной вакцинации медучреждения ожидают увеличения этих показателей. «В ближайшее время нам поступит еще 600 доз вакцины гам-ковид-вак и ожидается поставка вакцины кови-вак, правда в небольшом количестве 100 доз для тех людей, у которых есть какие-либо серьезные хронические заболевания, особенно у которых есть аутоиммунные заболевания. То есть 600 доз мы получим в ближайшее время». Некоторые жители объясняют нежелание вакцинироваться наличием у них серьезных заболеваний. Специально для них в поликлинике организована комиссия, которая проведет индивидуальное обследование и выявит наличие противопоказаний к вакцине, если они есть. «Так как граждане обращаются по поводу имеющихся у них противопоказаний, у нас работает с сегодняшнего дня иммунологическая комиссия. Пациент должен сначала обратиться к врачу, а потом быть направлен на эту комиссию, если у него есть какие-либо временные или постоянные медицинские противопоказания для проведения вакцинации». Сейчас в Десногорске под наблюдением состоит 55 человек с новым заболеванием. В стационаре находится 46 человек, 23 из них с новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю два человека с тяжелой формой протекания болезни были переведены в клиническую больницу номер 119. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.